Для того, чтобы стать Жанной Агузаровой, надо всего там. Двигаться, как Жанна Агузарова, надо петь, как Жанна Агузарова, и надо думать. Думать, как Жанна Агузарова. Ну, и встречайте, барынза, цветки жимолости, банка с бутылками, ветер жужелицы и желтая фантюшница. И все это внутри Руслана Олехно. Жанночка Агузаров. Любимая моя певица. Да? Любимая? Ох, каждое утро посыпаюсь, сегодня я Агузарова. Здесь вот, значит, смыкаешь вот эти вот уголки, зажми вот так вот, да. Здесь? Сильно зажимать? Да. Не упрекай меня, постой. Не упрекай меня, постой. Нет, подожди, а что мы в таком-то... Не упрекай меня, постой. Нет, ну подожди, куда-то это уже загнали. Она велит мне песни петь. На веке музыка со мной. Судьба... Не, ну подожди, ну что ты делаешь? Что ты делаешь? Ну зачем ты так? Вот представь себя, вот тебя будут делать... И так сделают? Да я буду ржать, Наталья. Ржать, будешь, да. Не упрекай меня, постой. Что я сегодня не с тобой. Что я опять иду в оркестр на репетицию. И не удерживай меня. Прожить без музыки и дня. Она по мне стучится белой, белой птицею. Всегда такая вытянутая. Как пионерочка вот в этом чуть-чуть. Да, да, да. Вытянутая и губки такие вперед, да. Вытянутые. Она прям... Вот, вот, и молодец, молодец. Моя Таня, молодец. До встречи на земле. Ну вот скажи, что было самое сложное? Петь, как же она Гузарова? Смотреть на мир, как же она Гузарова? Или двигаться, как же она Гузарова? Знаешь, вот если брать все по отдельности, то все очень сложно. Я на самом деле очень много пересмотрел не только концерты, но и интервью. И в одном из интервью я нашел ее же придуманный тренинг для дикции. То есть это спичный коробок. Так. Кладешь рот и начинаешь петь. Смотри. Не упрекай меня, постой, что если бы я не с тобой, то я опять иду в оркестр на репетицию, понимаете? Слушай, здорово. И сегодня ты на сцене тоже будешь с коробком петь? Сегодня без коробка. Без коробка. Всю неделю с коробком. Всю неделю с коробком, но сегодня без коробка. А сегодня без коробка, конечно же. Проходи в лифт. Вот не хочется уже иронизировать по этому поводу, но не удержусь. Мы провожаем Руслана в нашу летающую тарелку, которая отнесет его на планету, где правит Жанна Агузарова. Руслана Агузарова 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 Это Руслан Олехнов. Здравствуй, Жанна. Привет, Юлька. Тигран, вот такая неординарная личность. Да. Жанна, как тебе? Ну, Руслан, спасибо. Привет, во-первых, и спасибо. Привет, Тигран. Я видел очень много пародий. Ну, ни в одной из пародий я не видел такого точного снятия, вот как говорят, да, пластики. Пластика была в ноль. Ну, на мой взгляд, вот эти все повороты в профиль пения. Голос, мне кажется, его нельзя сделать. Ну, вот просто физически, агузаровский голос в ноль снять, боюсь, что мужчине точно. Но удовольствие от просмотренного действа и от всех вот этих, знаешь, взрывов сумасшествия, вот за это огромное спасибо. Это реально было очень хорошее номер. Здорово, спасибо. Лариса, как мы охарактеризуем этот голос? У нее сопрано. Сопрано? Сопрано, да. Ближе к колоратурному. Ну, и... У нее высокий очень тембр голоса. Естественно, мужчине это никак нельзя сделать, но Руслан сделал все возможное для того, чтобы мы услышали Жанну Агузарову. У Руслана у нас ведь баритональный тенор, да? Да. Браво! Верник! Браво! Какие познания! Ну, а как, я серьезно готовлюсь к этим моментам. Итак... Я абсолютно точно увидела Жанну Агузарова. Все манеры, голова, это абсолютно каменное выражение лица даже в самых веселых песнях и в самых веселых моментах. И вдруг какой-то неожиданный танец, сумасшедший какой-то, стоит ровно и вдруг начинает... Я не знаю, может быть, она действительно марсианка, какой она себя нам всем представляла и позиционировала. Но вот сегодня это была абсолютная Жанна Агузарова. Спасибо тебе, Руслан. Опять колоссальная работа. И ты действительно трудяга. Спасибо тебе большое. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну, Юр, если бы ты встретил такую девушку на своем пути и вообще в своей жизни, что бы ты подарил ей? Сначала я бы перекрестился. Перекрестился, так. Сначала. Ну... Жанна Агузарова может подарить свой потрясающий, ни на кого не похожий голос нам всем, который она и дарила, и дарит, надеюсь, будет дарить. Действительно, она ведь так совершенно особняком стоит. И вот тут выпадает Руслану вот такая вот история. Значит, есть два пути. Вот он парень в огромной степени и интуитивный в том числе. И интуиция сработала абсолютно верно. Руслан точно понял, что если перевоплощаться и идти вот этим путем, то можно не вернуться из этого образа. Поэтому он все-таки себя ограничил таким очень талантливым показом, обозначением самых характерных, самых похожих и самых узнаваемых черт этой певицы. И это было сделано абсолютно ювелирно. Конечно, это не потолок Руслана. Я к этому отношусь как к еще одному очень талантливому сегодняшнему подарку к 8 марта. Замечательно сделано. Спасибо, спасибо. Люсь, ну а если так пофантазировать и представить, что вам предоставилась возможность сыграть Жанну Агузарова в кино, о чем был бы этот фильм? О любви. Опа. Она вообще настолько самодостаточна, что правильно, мне это очень импонирует. Это редчайшая исполнительница, которая, собственно говоря, все равно где марсианская площадка, лунная или земная. Она везде сама по себе. Это сложнейший образ. При всей ее вот такой вот выпуклости и фактурности очень сложно поймать, не шаржируя. И обычно, если исполнитель чуть слабее, да, сразу ты начинаешь осматривать, а что же там за этим, за иллюминатором этого корабля. В данном случае, вот за пилотом я наблюдала от и до. Поэтому это очередная, замечательная, очень точная и тонкая работа. Спасибо, Люсенька. Спасибо вам всем. Спасибо большое. Руслан, дорогой, не знаю, как тебе будет на нашей планете, но здесь очень хорошие люди собрались.